Госдума одобрила в первом чтении закон, разрешающий регионам по своему усмотрению отменять прямые губернаторские выборы и назначать глав по старой схеме. Одни политологи считают такое решение весьма спорным, другие же его поддерживают. Краевые депутаты выступают за выборность и против метания от одного варианта к другому. Подробности у Сергея Кузовкова. Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий регионам отказаться от прямых губернаторских выборов. Документ предлагает норму, согласно которой главы республик, краев и областей могут избираться местными парламентами, если в регионах будут приняты соответствующие законы. Согласно поправкам, губернаторы могут избираться законодательными собраниями с подачи президента России, предлагать кандидатов на высокий пост, причем не менее трех Владимиру Путину будут партии, имеющие фракции в Госдуме и парламенте данного субъекта. Если раньше была норма о том, что партия-победитель представляет президенту предложение, то в новом варианте предлагается дать право всем партиям, которые набрали необходимое число голосов и представлены в законодательном органе. Пока это в первом чтении принято в Государственной Думе, будет обсуждение ко второму чтению. Если, с моей точки зрения, это тема развития федерализма, то в эту сторону можно идти, безусловно, регионам дать право выбора самостоятельно своей модели. Каждый субъект федерации определяет формирование своей системы самостоятельно. Может быть, это и правильно, потому что, поскольку речь идет о субъекте федерации самостоятельном, то воле заявления народа данного субъекта федерации, наверное, должно приниматься во внимание. Ну, может быть, не до такой степени, как в Соединенных Штатах Америки, где автономия штатов по этому поводу абсолютная. Претендентами на губернаторское кресло могут быть как члены партии, так и беспартийные фигуры. При этом президент будет выбирать из списка одного кандидата и представлять его на утверждение местному парламенту. По мнению депутатов Госдумы, поправки сбалансируют политическую систему, а вот краевые парламентарии считают, что в регионах выборы должны остаться. Если у нас сегодня приверженность демократии, так сказать, по крайней мере формализованная, остается в приоритете, выбирать надо просто выбирать. Выбирать обычным порядком. Если у нас ситуация критическая, кризисная, там, мобилизационная экономика, там, заставляет нас как-то поступать по-другому, значит, надо, чтобы просто назначал президент, беря на себя полную ответственность за деятельность этого человека на территории. Я считаю, что только прямые выборы могут выбрать настоящих личностей в сегодняшний день. А над этим надо работать. Не усугублять ситуацию вокруг выборного права, а развивать, популяризировать. Напомним, прямые выборы губернаторов в России были отменены в 2005-м. Однако спустя 7 лет в 2012-м тогдашний президент Дмитрий Медведев вернул губернаторские выборы. И это сразу же вызвало недовольство в национальных республиках. Но отчисленные народы опасались того, что их кандидат никогда на выборах победить не сможет. Там есть эти противоречия, скажем, выборы, которые в свое время были там в Карачаево-Черкесии. Они явно показывали противостояние карачаевцев и черкесов. И так было вот все эти последние годы, когда там были выборы, да, и в Дагестане их вообще не было. Вот. Но у нас же всегда, когда возникают исключения, то через какое-то время эти исключения становятся правилом, да. По сведениям газеты «Известия», вернуться к назначению главсубъектов России федеральную власть попросили руководители северокавказских республик. За назначение губернатора выступают правящие круги Дагестана, Ингушетии, Бардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Адыгеи. По мнению большинства красноярских экспертов, документ, скорее всего, будет принят во втором и третьем чтениях в Госдуме, а после подписан президентом страны. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-5504 или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Сергей Кашин. Афонтова. Новости.